Для вас Лев Апрель будет весьма удачным месяцем, потому что изначально ваш Управитель Солнца соединяется с 1 апреля, День Смеха, с планетой, которая у нас отвечает за практический ум, за коммуникабельность, за возможность передавать и получать информацию с Меркурием. И предполагаю, что, наверное, в какой-то степени таким образом инициирует весь месяц общения для вас, потому что все-таки вот эту меркурианскую энергию Солнца пронесет ваш Управитель через весь месяц и даст вам возможность много общаться, много познавать. К сожалению, Меркурий ретроградный, и это в какой-то степени говорит о том, что нечто новое узнать на таком ходу Меркурия достаточно сложно, потому что вся информация, скорее всего, будет перенасыщена, откровенно говоря, спамом, ну или, по крайней мере, тем, что не соответствует действительности. Это как минимум. Если мы говорим про какие-то сильные минусы ретроградного Меркурия, то это про обман и про негатив, который Меркурий такой в себе несет. К сожалению, вообще ретроградный Меркурий в этом месяце достаточно напряженный. И я говорила об этом в общем прогнозе, что, собственно говоря, с коммуникацией многим из нас очень сильно не повезет. Я не думаю, что вы попадете, откровенно говоря, в это число, знака зодиака, которому не надо ничего говорить в этом месяце. Напротив, наверное, у вас будет очень много общения и будет много приходить новостей. Вы сами будете инициировать какие-то разговоры, какие-то новости, какие-то встречи. Но прежде чем вы это все будете делать, подумайте о том, насколько сейчас это для вас важно. То есть это принципиально для вас сейчас проводить в апреле подобные вещи или все-таки это можно отложить на май, ну или хотя бы на последние дни апреля. Если это возможно отложить, то, скорее всего, это стоит и желательно сделать. В любом другом случае такое положение Меркурия очень хорошо для того, чтобы что-то познавать. И именно узнавать нечто новое в нечто старом или переосмыслять информацию, которую вы, собственно говоря, уже знали, но ее хотите открыть с какой-то новой стороны. Явно к этому будет побуждение. Поэтому первый мой совет это учиться в этом месяце побольше. Открыть свои записи, открыть свои дневники, открыть свои лекции. Ну вот именно как бы поднять ту информацию, с которой вы когда-то работали, которая вам, возможно, уже сейчас кажется совершенно неинтересной и неактуальной. И я вас уверяю, вы в ней найдете очень много ответов на те вопросы, над которыми вы уже несколько месяцев подряд просто бьетесь. Потому что там они явно записаны. Еще хочется сказать, что где-то 10-12, вот примерно этот период, это время достаточно напряженное. Потому что ваш управитель делает квадрат с планетой Плутона. Это планета мощной коллективной энергии. Квадрат говорит ровно о том, что эта коллективная энергия будет влиять на вас, побуждая вас, заставляя вас, принуждая вас делать что-то то, что вы бы делать не хотели. Но, к счастью, солнце в этом месяце в сильном для себя положении, в знаке Овна. И потому полагаю, что вы дадите этой коллективной энергии отпор. То есть получается, что намечается период борьбы. И он, как я повторюсь еще раз, будет где-то с 10, может быть, с 9 апреля примерно по 12-13 идти. И если мы говорим о том, какой отсюда можно взять ресурс, то это ресурс как раз-таки того, что через борьбу получить нечто, то, что вы от коллектива хотите. Ну, например, авторитет. Например, свое место под солнцем. Какие-то материальные блага, если речь идет о них, а вполне возможно она идет о них. Или же просто отстоять то свое, что пытается у вас в это время забрать. В общем-то, будьте готовы к тому, что через борьбу вы, в общем-то, будете в выигрыше. Но главное, что вам надо принять этот бой. Интересным будет середина апреля, когда в период Новолуния, это где-то с 15 по 18 апреля, ваш управитель будет соединяться не только с Луной, как он обычно это делает в Новолунии, но также еще и с планеты Уран. А планета Уран – это планета обновлений, революции. Это планета всего нового, того, что мы еще не познавали. Это планета большой коллективной энергии, но достаточно творческой энергии и достаточно дружелюбной. Оттого я предполагаю, что в середине месяца надо заниматься взаимодействием с коллективом. Надо больше работать с кем-то бок о бок. Надо больше вливаться в коллективную энергию, потому что таким образом вы получите новые идеи, новые возможности, единомышленников, а также, если вам обязательно они сейчас нужны, то еще и лоббистов ваших интересов, которые, может быть, обладают намного большими ресурсами и властью, чем вы. Ну, то есть, по большому счету, будут осуществлять покровительства. Вот именно для того, чтобы найти себе таких покровителей или, по крайней мере, людей, которые будут помогать вам в осуществлении ваших идей, подойдет прекрасно Новолуние. Время Новолуния это где-то с 15 по 18-19 апреля. Единственный момент, конечно, берегите себя в этот период, потому что, к сожалению, уран, как ни крути, не только приносит энергию обновлений, он еще приносит энергию неожиданных ситуаций, которые мы не можем запланировать. Поэтому, конечно, планировать в это время-то как раз ничего и не нужно. Наоборот, нужно быть в творческом потоке, но предполагаю, что для вас это не проблема. Другое дело, что иногда уран приносит еще какие-то неприятные потери. И вот о потерях стоит сразу подумать, особенно если эти потери будут связаны со здоровьем, с какими-то ограничениями по здоровью, которым приведут события этого периода. Поэтому рисковать все-таки не стоит. Все стоит оставить в ментальном плане. Никаких физических рисков не допускайте в этот период. Ну и конец месяца, это время, когда у вашего управителя примерно в период полнолуния еще состоится один прекрасный аспект, аспект гармоничной энергии с планетой дисциплины, материализацией всего чего угодно, честолюбия нашего, это с Сатурном. И, собственно говоря, это будет происходить примерно в период полнолуния. Само полнолуние происходит на оси телец-скорпион. Поэтому совет на период где-то с 24 по 30 апреля вам таков. Работайте побольше и побольше зарабатывайте. Это время, когда вы должны решать свои финансовые вопросы и искать источники заработка. Или реализовывать те источники, которые уже к вам, которые у вас есть, но они сейчас еще не очень хорошо работают. То есть, в принципе, все как раз таки, как я уже сказала, можно оставить на конец месяца и переговоры. Поэтому, если у вас вот как раз переговоры будут в конце месяца, они должны носить характер финансовый. Они должны быть о ваших деньгах, о прибыли. Ну и понятно, что если у вас есть какие-то финансовые обязательства, то желательно, чтобы вы их разрешали тоже именно в этот период, в конце апреля. Потому что, если вы будете ими заниматься, например, в первой половине месяца или в середине, то явно вы пожнете не тот результат, который вы хотели бы получить. Я желаю вам всего самого наилучшего. И чтобы ваши планы сбывались в этом месяце. Я очень надеюсь, что мои советы вам помогут правильно распланировать этот месяц и воспользоваться той планетарной энергией, которая дает нам небеса. До новых встреч и всего самого хорошего. До свидания.